Ржевский Кирилл представляет. Внимание! Итак, с чего бы начать запись прохождения? А ответ прост. Погнали! Продолжение следует... 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 Разговоры проходящих мимо людей вновь видим на улицах банду Grove Street, ну а также другие вражеские нами банды. Ну что же, с вами Кирилл Жевский и я вновь взялся за прохождение игры, или даже так сказать, игры сериала Grand Theft Auto San Andres с модификацией Grand Theft Car. Я проходил эту модификацию в последний раз аж год назад, в апреле, то есть в мае 2016 года. И теперь в июне 2017 я берусь за неё снова. Вы все уже знаете, ребята, почему я прекратил прохождение данной модификации. И тех, кто внимательно смотрел описание под видео Grand Theft Car, те читали, что если я найду подходящую версию, то я продолжу прохождение. И так оно случилось. Я действительно нашёл версию, в которой все миссии, до которых я дошёл в прохождение, играбельны и которые не вылетают. И теперь, ребята, я как бы два раза три перепрошёл, чтобы точно в этом убедиться. И теперь я вновь, год спустя, продолжаю прохождение этой игры. Так что, ребята, желаю всем приятного просмотра. И у нас, да, та самая миссия, которую я не смог пройти в прошлом своём прохождении. Да, снова эти улицы, снова эта ностальгия по штату Сан-Андреас, по городу Лос-Антос. И мы вновь, вновь, вновь переживаем историю нашего дорогого Си, Си-Джея Карла Джонсона. И переживаем историю его брата Си-Джея. Ну что же, ну что же, ну что же, мы идём на миссию, которую мы с вами так и не прошли. Это миссия под свитом. Напоминаю, что в сюжете Грэдзефткара мы ищем поджигателя дома Си-Джея. И чтобы, кстати говоря, выкупить этот дом, нам нужно заплатить 50 тысяч долларов, сука. Но пока мы этого сделать не можем, потому что у нас их нет. У нас только 17 тысяч. Но почему-то гараж у нас, кстати говоря, работает. А вот сам дом нет. Ну, на сам дом нужно восстановление. И сейчас произошло такое спонтанное действие. Нашу территорию захватили. Так давайте же покажем, кто мы такие есть. И, собственно, стоит ли с нами связываться или нет. А чтобы приободрить данное прохождение, я выпью замечательного кофе. Что и советую всем людям. Но, говорю сразу, вам не стоит увлекаться. Его чайпики. А чувак немножко подождет. Кстати, я хочу прибавить в настройки звука. Так вот сделать. Убавить немножко звука. Это для того, чтобы услышал нагрузку. Итак. Так сойдет. И мы отправляемся на защиту своей банды. Да. Тут, как я уже говорил в прошлом году, в прошлом прохождениях, присутствует такая фича, которая у нас уже была в GTA Vice City Stories. Те, кто играл, те знают, что можно захватывать разные бизнесы и, в общем, их завоевывать и быть хозяином. Вот в этой модификации Санандрос такое есть. Вот мы должны перестрелять всех вагасов, которые напали. Это сделать будет довольно просто, потому что они тупые дауны, которые, собственно говоря, мы быстренько перебьем. Но также будут нападать на нас балосы и будут нападать на нас полиция. Да, наша долгожданная полиция, ведь это Grand Theft Auto и без полиции тут никак не обойдется. Ну, они, сука, меня сейчас уже... Ладно. И, кстати, пока на нас нападали балосы, мы сумели спровоцировать конфликт. И теперь, мало того, что мы отвоевали свою территорию, мы должны еще завоевать балосов. И я не такой ссыкун, чтобы убегать, поэтому я, собственно, всех их перебью. Не дают нам начать миссию. Из-за того, что на нас, сука, постоянно нападают, твою мать. И там Гровис ходит и ничего не может сделать, сука. Как же хорошо все начиналось и, сука, все, блядь, закончилось. Еще и копы, блядь, нападают. Самое главное, что они... На них они вообще не нападают, а только на меня. Пиздец, кто-то вошел в игру, уже творится всякий беспредел. Все, я сматываюсь отсюда. Это вообще, это... Гровис, хуй ты стоишь, блядь? Защищай меня! Долбай ящер, блядь. Тупой, сука. Ладно, все. Наконец-то мы сейчас поедем с вами на миссию. А, так это еще не все, это только первая волна. Твою мать. Ай! Ай, блядь! Ай! Сука. Отвалите от меня, сейчас меня изнасилуйте. Я буду маме жаловаться. Я расскажу все, чем вы тут занимались, вашей мамке. Понятно? Ебать, сколько их тут вообще взялось. Это же не слегка, она не видана вообще. Пипец просто, ребята. Я охуеваю. Я только вошел в игру, меня уже начинают атаковать. Это вообще, как такое вообще возможно, е-мое. И тут у нас с двух сторон начинают нападать. И чтобы нас с вами не убили, нам нужно просто с вами отдалиться. Да, вот такая вот у нас получилась четвертая серия Грэдзерткара. Сразу же с нападений на нас вражеских банд. То нам пытались на нашу территорию напасть, мы ее отставили, то теперь мы случайно спровоцировали конфликт вражеской банды. Что, собственно, меня не радует. Ну ты слышишь, ты у боячера? Иди сюда. Я тебе маме расскажу, понятно? Блядь! Ай! Пиздец. Что делать? У меня хп нету. Блядь. Как так? А, они на нас нападать не будут. Или будут? Будут, смотри. И все на нас нападают. Это как такое вообще? Там броня, кстати. Давай, иди сюда. Блядь! Перезарядка, сука! Че делать? Я щас сдохну, ребята. Че мне делать? Блядь! Такая, блядь, трешная сука серия. Это пипец. Господи! Ничего, мы их с вами одолеем. Мы тоже не пальцем деланы, как бы сказал Николай Петрович из Ворониных, да? Пипец, у меня уже хп практически нету. И знаете, что самое обидное, ребята? Что поблизости нету здоровья. Бьется нам их убивать с помощью автомата. Вот так вот. Теперь ты будешь знать, блядь, еще один, как нападать на вражеские территории. Так, они вон за мной, походу, бегут. А, походу, я выбежал из зоны конфликта. Ну ладно, ничего страшного. Зато мы останемся с вами живы. И это, собственно говоря, мне больше сейчас нужно. Ты покинул территорию конфликта. Ну ничего страшного. Зато жизнь, как говорится, дороже, чем все остальное. Поэтому мы с вами не будем ничего провоцировать. Сейчас главное нам не попасться на баллоса. Потому что если они сейчас у нас будут стрелять, то все. У меня вообще нет ни капельки жизни. Сейчас мы с вами... Стой. Сейчас мы с вами, ребята, отправимся в пиццерию. Да? В ту самую старую добрую пиццерию, в которую отправлялся... В которую мы с вами отправлялись во второй миссии с райдером в оригинальный GTA SA. В эту самую пиццерию, в которую пытался ограбить райдер, но не тут-то было. Потому что хозяин пиццерии оказался проворнее и похаризменнее, так сказать. Поэтому я как бы сюда и пойду. Да, задержалась. Задержалась эта серия, потому что не дали нам покоя вражеские наши банды. Так. Покупаем все. У нас денег хватит. Еще, кстати, нам нужно 25 тысяч накопить, и мы сможем восстановить свой дом. Разумеется, ребята, что я хочу сказать. Я не буду, не буду использовать коды в этой игре, потому что это нечестно. Есть множество блогеров, которые, проходя GTA-шки, к примеру, San Andreas, используют чит-коды. Нет, это неправильно. Лучше проходить так. Хотя я помню, если вы, те, кто смотрели на мое прохождение Alien City, годовалой давности, я, да, в кое-каких местах мне приходилось использовать чит-коды. Потому что я не с ним мог выбраться из одной местности с филой, как вы помните, да? Да, филой-то еще тот кадр. Ну да, не буду вообще о нем вспоминать. Так что, да, тут, кстати, вы можете купить броню, можете найти ее в разных местах. Вот первое место. Ну, наверняка, те, кто в San Andreas играл, те его знают, и объяснять, что это за место, где он находится, я не буду. Потому что, наверное, любой человек карту города San Andreas знает наизусть, потому что вдоль и поперек мы играли. Вообще, GTA San Andreas, San Andreas, это первая моя игра, в которую я проиграл. Сначала я, когда мы проиграли, я вообще не проходил у меня никаких миссий. Да. А потом уже стал проходить. Я помню, как я в детстве вообще не мог даже первой миссии пройти. Ну ладно, это потом. У нас та самая миссия, которую я не мог пройти в прошлом своих прохождениях. Если я буду успевать, ребята, то я буду читать диалоги. Если не буду успевать, то не буду читать. Давайте посмотрим. Миссия Free Running. Давайте попробуем прочесть диалоги. Так, вот он, Свит. Эй, привет, брат. Рад встрече, тем более у меня к тебе дело. Стой, дай угадай. Надо уничтожить сотню бандитов. Воевать бок о бок с криворукими и совершенно необученными корешами. Защищать себя, тебя. Ты читаешь мои мысли, брат. Сегодня мы увидим кое-что новенькое. Так что в машину. Отлично. Да, как мы поняли по тому, когда мы с вами отвоевывали нашу территорию, Гроувстрит не так-то пытается нам помогать, потому что... Ну, мы видели пассивного одного Гроувстритовца, который просто стоял, и нам не помогал, когда на нас нападали балсы, когда на нас нападали копы, он просто бездействовал. Не понимаю, в чем причина. Ну, а мы направляемся в Лас-Коленас и проходим снова миссию, где нужно сразиться нам с Багосом. Ну, и я буду туда отправляться не просто так, а под песню Никельбека. Что ж, под новый альбом Никельбека птица машин. Так что слушаем. И не волнуйся за авторские права. Going to the ferryman. Ёпта. Заебца. Ну что ж, мы приехали с вами? Извиняюсь. Блять, сука. В этом прохождении, ребят, я не буду вставлять шуточки, там, озвучку. Это будет просто чисто прохождение этой модификации. Так что... Все. Нам нужно с вами перестрелять всех. Всех Багосов. Что типично для данной игры. Для данного мода. Это один из глобальных модов, но не знаю, когда его дорабатывали. Последнее обновление было, насколько я помню, 14 февраля 2016 года от Яра 4270. А добавил данную модификацию Джоникс. Не знаю, кто такой Джоникс, но... Мы постараемся это выяснить. Ну что же. Мы должны напасть с вами первыми. Давайте же не будем медлить и нападем. Вот так покажем этим поднедоросткам, то есть, скорее подросткам, потому что они еще дети. Ты, чувак, ты у мамки спросил, можно ли тебе гулять по ночам? Не спросил, так что подыхай. Понял? На, сучка. Я просто убийца Багосов, понимаешь? И, кстати, Пашенди и Димыч, приветствую вас, если вы тоже смотрите это видео. Но это видео записано не только для вас, но и для канала, как вы уже знаете. Так что, ребята, если вы в моих прошлых прохождениях слышали там, что я оздоровался там только с Пашендием, то знайте, что в прошлом я планировал записи прохождений лишь для друзей. Потом я понял, что лучше их выложить на канал. Потому что есть что-то в этом такое, понимаете, что просто не позволяет не выкладывать эти видео на канал, сука! Подыхай. Все, нормально. Когда со мной поступают хорошо, то я тоже поступаю хорошо. А когда мне начинают переходить дорогу, я сразу начинаю злиться и убивать. Вот, собственно, простая логика. Знаете почему? Потому что хочу. Вот почему. Спрятались, блин, там на крыше. Маленькие дети, блядь, по крышам лазают. Это я бате твоему расскажу. Пускай тебя дома ремешком накажут. Потому что ты вообще один гуляешь, блядь. Понял? Ок, СиДжей, надо разделиться. Я пойду вниз по дороге, а ты возьми себе подмогу и очисти этот район. Да не вопрос, вид, собственно. Сделаем все, как ты скажешь. Так, у этих уже более помощнее артиллерия, так сказать. У них уже винтовки, блядь. Пиздец. Ну ничего, тут у нас бронг стоял. Блин, два раза перезаряжается. Кстати, когда вы скачаете этот мод, то уже будет доступно стрелять двумя автоматиками, полуавтоматами, либо же двумя постаренками. Хочу вам, кстати, сказать. Я просто там, блядь, сиди и дрока. Все, подыхай давай. А мы с вами будем собирать. Давайте с вами немножко расслабимся и постреляем с АК-47. Просто главное стрелять им в голову. GTA San Andreas это, наверное, единственная такая игрушка, в которой можно научиться хорошо стрелять. Понимаете, ребята? То есть тут как бы легкая, очень такая легкая физика стрельбы и очень удобная. Главное, к этой физике стрельбы очень быстро привыкаешь и начинаешь ее любить. По крайней мере, так мне казалось. Ну что же, у нас тут какой-то грузовик стоит. Мы его быстренько сейчас убьем. Он преграждает нам путь. Мы его сейчас просто расстреляем. Кстати, вот только вот так было РПГ. Поэтому мы просто не можем оставить его в живых. РПГ. 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 И я прошел сейчас только что этот момент с грузовиком, когда я его уничтожил. Я взял РПГ у вагосовца и теперь продолжаю проходить дальше. И не дай бог, сука, игра снова вылетит. Если игра вылетит, то я просто найду мудака, который создал данную модификацию. И мало того, что я пожалась его мамке, я еще и скормлю его мозги доктору Хаусу, так что доктор Хаус ждет. Ну что же, а мы поехали проходить дальше, надеюсь, без всяких там последствий, понимаете, ребята? Да, вот такие вот моменты, такой вот произошел момент, вот мы пробежали по этой лестнице. И, короче, как я понимаю, запись влияет на вылеты, собственно говоря, видео. Да, и кстати, у нас там какой-то один чувак остался. Я не помню какой. Какой-то там наверху. Давайте попробуем мы сейчас его уничтожить. Только вот вопрос, вопрос как? У нас есть... Ээээ... Как это хуйня называется? АК-47. И мы просто его завалим. Так, вроде бы скрипт прошел и ничего не произошло. Значит, все у нас с вами нормально. У нас еще на нижнем уровне находятся вагасовцы. И мы должны их с вами уничтожить. Так, давайте попробуем прыгнуть. Ого. Ни хуй... Ни хуёво. Так. И тут у нас... Блядь. Вот он первый стоит. Ну, собственно, ребята... По хорошему счету, даже в момент времени годовалой давности, когда я записывал это прохождение, я мог обойти этот вылет. Эээ... Но почему-то я просто об этом не подумал. И, кстати, у нас тут довольно-таки хорошая высота, так что лучше не рисковать. Блядь. И чё делать? Ладно, я их так уничтожу. Спасибо, кстати, что выбрал мне хорошую позицию. Да похуй рискнем. Ааа... Блядь, пиздец. Всё. Давайте мы с вами лучше как-то их обойдём. Да, вот такие ребята случаются. У меня реально бомбануло просто пукан. Просто бомбануло у меня, короче, на этот момент весь то, что вылетело. И как бы я просто перезаписывал же... Ой, перезаписывал. Я перепроходил этот момент множество раз. И вылетов не было. Почему они сейчас резко появились? Раньше тогда, когда я начал записывать. Это просто какой-то же пипец. Всё против нас. понимаете все против нас вначале все против нас сейчас и против нас ты вообще едино так ладно мы должны с вами держаться потому что только поддержка наших друзей поможет нам выжить в этой ситуации так опять ребята хочу вам сказать что не советую вам повторять руки которые делают когда прыгать с таких огромных высот поверьте я это испытывал и у меня несколько короче месяц или даже больше болели пятки поэтому лучше вам этого не делать все-таки это реальность а не игра поэтому то есть эта игра а не реальность поэтому тут можно хоть в космос полететь а в реальности такое уже не прокатит так и что же нам сейчас делать так где все а там еще один остался моего просто с вами не заметить давайте пробуем обойти да вот такая простая логика я не понимаю тех людей которые выпускают моды и не проверяют работоспособность миссии а знаете что самое печальное ребята то что я не увидел ни одного комментария по поводу вылета миссии понимаете это как-то вообще странно так где он чувак стоит как будто только у меня у одного миссии вылетает принципе компания не такое говно 4 4 4 ядерный тут дело не в компе тут дело именно самой ситуации блять как не туда вообще добраться легко это жопа сейчас залез это блять пирамиду хеопсона да блять ладно давайте попробуем сейчас уху цепились принят а миссия могла бы пройтись намного проходиться намного быстрее чем сейчас потому что просто тупим короче просто тупим да хочу сказать ребята что за все это прохождение я не буду стоять на месте я буду как-то усовершенствовать си джей а я буду его подкачивать не стероидами как криса редфуда из пятой части резидента а буду подкачивать его мускулы и все прочее чтобы он не был таким дрыщом так где он есть то ты еще и касая лалка все мы выжили отлично си джей мы очистили этот район от вагасов теперь он по праву наш думаю теперь мы покончим с войнами банд раз и навсегда да именно а такой санандрос я и мечтал да что же очередная миссия пройдена и следом у нас идут миссии под mc до mc тем чуваком из банды grove да ребята у меня есть для вас хорошая новость и плохая хорошая новость хорошая новость это то что я правда продолжу проходить эту миссию настолько насколько это возможно потому что не факт что в следующих миссиях у нас не будет вылет так что нужно к этому готовиться да хорошо тут вообще прорисовали лица но что в оригинале гтс они были не так прорисованы как сейчас и плохая новость это что у нас нас эта серия подошла к концу да всего лишь одна миссия потому что до этого мы с вами захватывали территории обороняли свою территорию от вражеской поэтому время немножко затянулось ну что же да был такой небольшой бомбеж по поводу вылета но слава богу все у нас с вами обошлось и кстати хочу сказать что в отличие от бандикама фраб сумел сохранить видео которое вылетело понимаете ребята что это значит а вот когда я записывал с бандикама то бандикам не смог сохранить это видео и пришлось перезаписывать сначала вот что самое самое обидно но мы с вами направляемся на сохранение но немножко на другое сохранение под музыку и на этом уже подходит наше прохождение концу что же я не знаю ребята как получилось порадовал ли я вас этим или либо же агарщил то что продолжил прохождение так что пишите свои мнения об этом прохождении и поступил ли я верно или не верно разработчикам моду надо наказать то что он выпускает модификацию не проверив миссии на прочность это очень-очень печально что такие люди существуют я ничего плохого о нем не говорю он выпустил нормальный мод с интересными миссиями но то что он не проверил мод на нормальную работоспособность это конечно полный провал и полный шлак для тех кто ребята со мной согласны пишите в комментариях свое мнение об этом потому что я не один такой многих блогеров которых я смотрел эту модификацию в них вылетало тоже тоже были проблемы с вылетом так что не я один такой но в следующей серии мы с вами переоденемся мы с вами пойдем на свидание с денис и мы с вами немножко подкачаемся так что эта серия была такая ознакомительная и продолжительная так сказать даже и мы сохраняемся мы сохраняемся в третий слон потому что мало ли что может произойти и собственно на этом ребята у нас с вами все здесь вам понравилось 4 серия данные модификации great зафт кар комментируйте ставьте оценки ты пошли не ставь пацаню чик ты димыч андреевич если вообще смотришь это видео что вполне возможно потому что она будет выложена на канал ты никак не можешь не посмотреть то что заходишь на мой канал логично то ребята также подписывайтесь на канал на мой канал подписывайтесь на канал супер геймер канал моего друга на которого я недавно делал рекламку и вообще на все что только можно что вам нравится и комментируйте оценки ставьте оценки основной бывает а кофе которая кстати не допил сабил кирилл женский и четвертая серия игра сериала gta san андреевич модификации great зафт кар всем удачки всем пока увидимся уже скоро